В региональном правительстве в пятницу обсуждали реализацию приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. На благоустройство дворовых территорий и общественных пространств Ивановская область получила из федерального бюджета 253 миллиона рублей. Теперь эти средства необходимо освоить. Однако не все муниципалитеты торопятся войти в программу. Пятью муниципальными образованиями не полностью представлена конкурсная документация. В настоящий момент завершается конкурсная документация по городскому округу Иваново. К сожалению, еще не готова полностью конкурсная документация по городскому округу Кохма и частично Савинское, Приволжска и Уверецкие городские поселения. Губернатор такой подход к делу назвал недопустимым и пригрозил главам персональной ответственностью за проволочки. Кроме того, возникли у главы региона вопросы к департаменту конкурсов и аукционов. Все поступавшие в департамент документы департамент со своей стороны отрабатывал и не размещали только те закупки, которые имели пороки, не позволяющие размещение. А почему появляются документы, имеющие такие пороки? Где было ваше методическое руководство и контроль? Почему вы выступили как статист и критик? Понятно, что квалификации в муниципалитетах порой недостаточно для того, чтобы подготовить документы. Вот я вас и спрашиваю, вы, как руководитель департамента, который отвечает не за проведение конкурсов и аукционов, а департамент, который вообще отвечает за весь фронт этой работы, почему вы это допустили? Но и в тех муниципалитетах, которые с бумажным этапом справились, есть недочеты, выявленные в ходе мониторинга экспертами Народного фронта. Больше всего нареканий к областному центру. Слоган программы «Ничего для вас без вас». То есть, чтобы улучшить свой двор, жильцы и сами должны что-то сделать. За это начисляются баллы и только так можно стать участником проекта. Но многие дворы в программу вошли по ошибке. В программу этого года в городе Иваново попали дворовые территории, которые не соответствуют условиям участия в программе по тем или иным причинам. Например, дворовая территория по улице Ташкентской, дом 11, 7, 9. Собственники на общем собрании не приняли решение о трудовом участии, а им по этому критерию добавили 5 баллов, и они попали в программу этого года. Дворовая территория по улице Проспекта Текстильщиков, 74, 76, улица Кудряшовой, 117, 119, 121, 123. Эта дворовая территория не могла попасть в программу, так как не все дома, имеющие общую дворовую территорию, приняли решение об участии в программе. А также собственники этих домов проголосовали против по вопросу о принятии обязательств по содержанию оборудования, установленного по реализации программы. Тем не менее, здесь планируются работы более чем на 6 миллионов. Ошибки в данном случае могут в прямом смысле дорого стоить. В каждом конкретном дворе сумма, необходимая на благоустройство, разная, но исчисляется она в сотнях тысяч, а иногда и в миллионах рублей. Кроме того, неправильное начисление баллов может вызвать общественное волнение. Права на ошибку нет. Мы должны тоже понимать, что если мы в пользу одной дворовой территории приняли неправильное решение, мы, значит, ущемили другую, которая тоже могла претендовать на эти вещи. А люди все эти несправедливые аспекты, естественно, остро чувствуют и в конечном итоге они адресуют их к нам. Кроме того, губернатор заметил, времени на раскачку у муниципалитетов нет. Программу текущего года необходимо реализовать именно в 2017-м. Работы должны быть завершены до первых холодов. Погода опаздывающих не подождет. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново. Во дворе установят также уличные тренажеры. Поставят ковы на...